БОГИЛ! Игра богов открывает новую страницу истории Аллодов. Сюжет закручивается так, что уже и не поймешь, кто кому друг, кто враг, а кто лишь временный союзник. На фоне войны двух божеств и нескольких рас, драконидов, червелицых, демонов и прочих, вражда между Лигой и Империей временами становится весьма условной. Иногда двум фракциям даже приходится объединяться. Правда, обычно это лишь временное перемирие. Итак, все воюют со всеми, и каждый охотится за главным призом в этой войне — оружием невиданной силы, которая хранится в таинственном мертвом городе. Долгий путь к этому оружию как раз то, чем будут заниматься игроки Володы Онлайн в ближайшие несколько месяцев. Все сокровища будут мои! В игре богов много интересных нововведений, которые понравятся всем. От малышей, которые совсем недавно пришли в мир Сарнаута, до максимально прокачанных персонажей. Сюжетная кампания аддона рассчитана в основном на старожилов, которые уже достигли 47-го уровня. Теперь их ждут новые игровые зоны, где можно прокачаться до 51-го уровня. Приключения начинаются на острове Откровения. Отсюда персонаж может отправиться в первую новую игровую зону под названием Фронтир. Здесь идет война. Лига и Империя вместе отбиваются от Орды Червелицых и Драконов. Все они пытаются завладеть находящимся на Олоде древним порталом. Наконец, прорвавшись к нему, герои попадают в следующую зону, на Олод Блуждающий остров. Тут мы первый раз за два года существования Олодов онлайн видим, как на одной стороне с Лигой и Империей сражаются злейшие враги всего живого — демоны и культисты. Закончив с делами на Блуждающем острове, игроки попадают на очень странный Олод. Он называется Колыбель. Это новорожденный Олод, который игрокам предстоит создать своими руками. Правда, пока здесь нет ничего особенного, можно только сразиться с десятком боссов и получить особое оружие. А самое главное — открыть портал в мертвый город. Но исследовать это таинственное место сможет только отряд из 24 героев, одетых в лучшую броню и вооруженных эпическим оружием. Чтобы собрать необходимую экипировку, игрокам придется изрядно попутешествовать по астралу. В игре богов стали доступны уже четвертые и пятые его слои. В них появилось 15 новых приключений, каждая в собственном уникальном стиле. Здесь есть и зловещий карнавал фантазий, и имперская лаборатория, и скалы, где крылатые авиаки сцепились с гарпиями, и несколько древних храмов. В одном окопался еретический культ, в другом — червелицы, в третьем — ящеры. Навигация в четвертом слое принципиально отличается от того, к чему мы привыкли. Теперь, чтобы составить карту, игроки должны будут собирать ее фрагменты. Если раньше вы не играли в «Алоды онлайн», но собираетесь попробовать в ближайшее время, мы очень рекомендуем вам обратить внимание на новый класс. Это бард. Стиль игры за него не похож ни на один другой класс. Барды своими песнями умеют не только усиливать союзников и распугивать врагов, но и обладают очень неплохой ударной силой. А при случае могут даже подвлечить группу. В общем, место в группе или рейде такому полезному персонажу всегда найдется. Обратите также внимание на новое поле боя под названием «Ведьмин Яр». В отличие от других карт для сражений, доступ на которые открыт только для высокоуровневых игроков, на «Ведьмин Яр» можно приходить даже малышам. Суть сражения состоит в том, что игроки делятся на две команды по 12 человек и бьются за три флага, стараясь удержать их как можно дольше. Сражения получились яростными и быстрыми. В среднем один бой занимает всего 10-15 минут. Пора подводить итог. Игра богов — крупнейшее обновление Аллодов онлайн, и оно получилось на удивление удачным. Мир Сарнаута стал больше и интереснее. Открылся еще один новый сервер, а между тем разработчики и не думают останавливаться на достигнутом. В их планах новая система крафта, персональные Аллоды и наемники, и, конечно, новые приключения, бэтлграунды и неожиданные сюжетные повороты. Если вы еще не побывали в Сарнауте, мы думаем, сейчас самое время наверстать упущенное. Тем более, что играть в Аллоды онлайн можно совершенно бесплатно. Жут! Не по-детски! Чего?